добрый день дорогие родители проект школы австралии татьяна давыдова и сегодня мы будем разговаривать о наших папах папа школьников проекта русскоговорящих пап возможно англоговорящих возможно они говорят на каком-то вообще другом языке но большинства из нас они присутствуют и в моей практике есть несколько пап то которые отвечают за образовательный процесс детей то есть ко мне на консультацию приходит не мама а именно папа и папа самый главный как говорится босс образовательный в этих семьях их очень мало и в основном это представители поколения в ай millenials да 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 но для этого существует замечательная статистика она австралийская у меня то есть поколение x и старше ну такие как я до 50 плюс они за советом потому как воспитывать детей как их образовывать практически не обращаются больше 57 процентов сказали что не нужен мне никакой совет я все знаю чуть младше поколение где-то 45 ишь как говорится там примерно 45 процентов сказали нам не нужно никакие советы мы сами знаем что все что нужно а вот уже те которые помладше до которым примерно 35 плюс они более-менее открыты к получению информации на тему родительства и школьного образования детей я думаю это все связано с их образованием и тем миром в котором они живут они обращаются за помощью и вот как раз мои клиенты папы это больше как я их называю молодежь ну то есть они меня могут быть на 15 лет младше на 10 точно вот они более открытый и более как бы участвуют в процессе энергичнее и чаще воспитание и вот помощи по школе все это связано естественно с воскресеньем у нас фада с дэй и поэтому мне захотелось поговорить на тему привлечения пап вот в этот школьный учебный балаган как это сделать эффективно чтобы не только одни мамы наши участвовали во всем этом а папы как-то тоже принимали ну маленькую такую долю имели хотя я наверняка я уверен что они это делают возможно некоторым мамам очень хочется чтобы этого было больше то есть какие три фишки я бы вам посоветовала первая фишка для начальной школы и я ее советую всем кто только идет в школу у меня как раз сейчас идет сериал по выбору школы начальной я бы к тебе встречаюсь маленькой группой родителей чтобы эту школу выбирать но когда ваш первый ребенок идет в школу и возможно у вас еще 2 3 я советую вам завести отдельный электронный ящик то есть имейл который будет называться например семья ивановых или джон и таня ну то есть этот ящик которому вы оба имеете доступ то есть не только мама да но и папа и в этот ящик электронный вы будете направлять все абсолютно все вопросы которые связаны с вашим ребенком это может быть школа до врачи какие-то дополнительные развивалки и обязанность ваша да вот двоих вас этот ящик проверять и кто-то вот кто первый проверил он реагирует на тот имейл который поступил второй человек сидит на это тоже видит у нас такая дома практика если у нас нет одного ящика потому что мы как бы поздно взяли за это у нас ящики разные но мы разделили обязанности но если что-то касается детей у нас такая дома практика когда мы всегда сисей до кабан копии другому родителю что другой родитель видит что папа сделал или папа видит что мама сделала то есть так как вы в процессе участвуете оба вы оба ответственны за все эти детские образовательные дела и поверьте мне этот ящик электронный у вас будет расти там будет больше писем чем по вашей работе когда туда добавится второй третий до четвертый ребенок то есть это будет ваш самый busy inbox то есть заведите такой ящик что еще можно сделать не хотим ящик не хотим заморачиваться но хочется чтобы папа тоже чего-то делал не все я одна ну хорошо как поступили мы папе был поручен теннис гольф и что-то еще я уже не понял так хорошо получила поручила что даже уже не помню и я туда не лезу там могут быть ошибки на что-то забыл забуковать где-то не заплатил где-то не напомнил ребенку но я уже как бы рот на замок это папина обязанность папа полностью отвечает за эту деятельность ребенка начальной школе и он организовывает всякие дропов пикап оплату напоминал к этому ребенку то есть мы делим ответственность папа правило берется за спорт а мама например берется за коммуникацию со школы вот это вот начальная школа таких два совета то есть инбокс общей чтобы вы оба отвечали на письма оба реагировали и папа привлечены папа в теме и вы разделяете обязанности и даете папе ответственность отвечать за какой-то элемент школьной и внешкольной жизни и туда нос уже не не суете как говорится папа босс в хайску у меня другой совет для хайску в хайску особенно среди наших русскоязычных семей мы все очень умные образованы что-то умеем поручите папе один предмет ну возможно папой сильна математика чаще всего это математика и физика какая-то ну может там химия вот поручите папе отвечать за этот предмет чтобы помочь ребенку с саламентами возможно папа почитает книжку вместе с ребенком ну вот это его мама может отвечать не за предмет отвечать за все остальное вот таким образом как бы тоже папу мы привлекаем в образовательный процесс и папа чувствует что он приносит какую-то лепту конечно многие из вас скажут что ну у нас папа зарабатывает деньги он работает по 15 часов в день поэтому мы его не теребим ну отлично просто замечательно передавайте передавайте привет он наверняка оплачивает школу тьютеров и вы как мама организуете этот процесс окей никаких проблем нет если у вас такая дома договоренность все отлично но но research да что говорит research привлечение папой да вот даже для социально-эмоционального развития ребенка очень важный элемент в развитии поэтому если папа в какой-то из выходных если они существуют может быть он работает 7 неделю я не знаю но даже если он выделить какой-то часик просто как говорится потупить вместе с ребенком я не знаю что они там делают в карты играют в нарды играют возможно пошли попинали мячик возможно у них баскетбол возможно прогулка это очень полезно и я бы конечно спаковала детей и отправила папу outside вы наверняка замечали что в австралии особенно в субботу утром когда выходишь на улицу идешь на какую-то детскую площадку в субботу утром кто-то на качельках детей качает да там собираются папы там тусовка пап и для пап чтобы иметь какое-то не знаю какую-то тусовку среди школьных пап самое лучшее это ходить смотреть всякие спортивные фестивали пока ваш ребенок маленьким начальной школе потому что там наверняка будут другие папы и вот так вы можете как бы закон тачиться если ребенок играет какой-то спорт на выходных вывозите его на тренировку тоже классная штука закон тачиться с другими папами у нас кстати в этот раз то есть у нас уже четвертая школа получилось что у папы лучше сложился контакт со школьными папами чем у меня с мамами вот в данном месте где мы находимся и получилась очень классная тусовка и по вам продолжают общаться хотя дети уже в high school да и то есть это и релевантно для детей а папы так и продолжают что делают австралийские школы чтобы помочь папам участвовать во всем этом балагане у нас есть такая штука которая называется the fathering project я про нее уже записывала видео и я его включу в комментарии чтобы вы его пересмотрели то есть эта организация которая проводит различные лекции на тему родительства именно для пап и некоторые школы они являются представителями этого проекта то есть вот этот проект имеет человека одного из родителей который отвечает за то чтобы для пап регулярно устраивать какие-то я их называю пьянки потому что они обычно только в пап ходят но иногда они делают такие вещи как собирают детей и везут в кемпинг то есть на с пятницы по воскресенье папа забирает детей с другими папами из той же школы это все организовано с развлечениями и они там раз в год куда-то уезжают может быть даже два раза в год в зависимости от того насколько активен координатор этого fathering project это в начальной школе в high school немножко сложнее осуществить но понятное дело тинейджеры и все такое и там более школа организует все такие вещи но в началке обратите внимание если у вас такая организация пап возможно что-то уже там происходит а вы не знаете хотя в нашей русской комьюнити насколько я понимаю и вижу если у нас в семье папа и мама русскоязычная то у нас принципе папа довольно таки активные они собирают все эти тусовки со своими и берут детей но не забывайте что нужно и в австралийской комьюнити внедряться чтобы наши дети не только видели русскоязычное комьюнити и ничего другого а вашей школе наверняка присутствуют другие культурные национальности и с ними желательно тоже как бы подружиться потому что это дает и вашим детям возможность увидеть что мы мультикультурные адаптивные со всеми можем поговорить и мы чувствуем себя комфортно в этой стране австралии ну что дорогие папы и их мамы я поздравляю пап с наступающим праздником у моих детей замечательный папа надеюсь и ваших тоже и переслушайте два полезных типа для началки один для старшей и привлекайте ваших пап к этому школьному балагану всем хороших выходных а